Всем привет! Вот такой вот Баймакс получился. Я вам обещал показать, как сделать значок вот этот на Баймакса. Ну, в принципе, ничего тут такого сложного нет. Давайте я вам его просто вблизи покажу. Вот так он выглядит. Вот такая вот у него сетка. Сделал я его полностью маскированием круг. А вот в этой части вот так вот снял маску. И всё. И потом вот это всё обработал, углубил. Вот как раз она повторяет изгиб Баймакса на груди. Не надо больше ничего гнуть. Можно, конечно, заморочиться и сделать вот так вот эту часть верхнюю. А потом с цилиндра вычесть вот эту наоборот. Вот и всё. Получится нормальный полноценный значок. В принципе, на нём останавливаться не будем. Вот так он выглядит, Баймакс ещё один. Вот так вот. А вот этот уже под передел, под анимацию можно сделать. О чём я хотел в этом видео быстренько поговорить, это о изменении сетки. Те, кто не глядел моё видео, связанное со сложным барельефом, третья часть, там я рассказываю, как сделать разную плотность сетки с помощью ZRMesh и вот этой функции Use Polypane. Вот когда она отключена, она не работает, но когда вы её включите, вот есть здесь ползунок такой. Вот чем дальше вы его отводите, видите, он меняет здесь цвет. С тёмно-алого, почти на белый. Вот так вот. Для чего это нужно? Давайте быстренько рассмотрим. Вот, допустим, у нас одна полигруппа. Жмём Ctrl-W. Давайте сделаем посветлее экран. Вот так. И вы видите, что какая плотность сетки. Вот очень плотная здесь вот на животе. На руках чуть поменьше. Значок тоже поменьше. И голова вот совсем плотная. Давайте теперь рассмотрим, как работать с этой функцией. Отключим поле F. Теперь нам что нужно? Включить RGB и отключить, если включено ZAD или ZASAP, вот это. Отключить. И работаем со стандартной кистью. Можно переключиться специально на светлый материал. И давайте порисуем. Вот поставим светлый оттенок. И проведём вот здесь вот так. Затем поставим чуть-чуть поярче. Потом ещё чуть-чуть поярче. И поставим совсем алую. Вот здесь по руке проведём. Или вот тут ещё рядом. Если ещё сильнее сделаем до конца, то можно вот тут ещё показать. Вот вы видите, что совсем яркое. И давайте теперь посмотрим, как это всё работает. Когда вы нажимаете ZRM, вот это всё должно быть включено. Жмёте ZRM, и сейчас мы посмотрим, как изменилась наша сетка в тех или иных местах. Когда мы переключились на цвет материала, включим давайте глину, наверное. И вот здесь уже видно, какая разница в сетке. Вот здесь, вот здесь, и вот по ногам, и по животу. Включим поле F. И вот вы видите, что вот так вот всё поменялось. Здесь вот сетка очень плотная. Здесь чуть поменьше. И вот где мы проводили, вы видите, здесь вот было сильно красным цветом выделено. Сзади мы ничего не меняли. Вот такая её родная была сетка модели. И вот вы видите, что здесь плотная. Чуть поменьше. Чуть поплотнее. И здесь вот тоже такая вот в среднем. На руке вот здесь мы проводили, вы видите тоже, какая рука была. Как она была сетка. И как она изменилась. Вот так вы можете выбирать плотность сетки своей модели в тех или иных местах. Всё. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.